В нашем чате. Речь у нас с вами пойдет, как обычно, о технологии. Первая часть, да, причем немножко в другом формате. Мы, опять же, как я говорил, последнее время на вебинарах, все меньше говорим о том, что было, и все больше посвящаем вниманию и времени тому, что у нас происходит в данный момент. Вторая часть мы поговорим уже об изменениях в инвестиционных программах компании Skyway Capital и тех инвестиционных возможностях, которые предлагает компания Skyway Capital каждому своему партнеру и клиенту. Конечно же, нам не исключить из нашего вебинара информацию о технологии, но она будет краткой, она будет сжатой. Более подробно с технологией, с техническими аспектами, с экономической стороной вопроса, почему выгодно на сегодняшний день строить дороги по технологии Skyway, к чему это может привести в хорошем смысле этого слова. Это все можно найти на сайте компании Skyway Capital, это можно найти непосредственно на сайте Юницкого. Это можно послушать на вебинарах того же Алексея Суходова и Сергея Сибирякова, Александра Мунко, который более подробно знакомит людей с технологией, знакомит наших партнеров с преимуществами технологии, отличия, скажем так, от мира инноваций, которые есть сегодня в традиционных транспортных системах. У нас речь с вами как раз идет в первую очередь о транспорте, хотя струнные технологии, о которых идет речь, это намного более широкий, скажем так, аспект, то есть более широкая информация, потому что речь в струнном транспорте идет не только о транспорте второго уровня, точнее в струнных технологиях, транспорте, который подняты земной. Речь также идет о применении струнных технологий при строительстве высотных зданий, зданий коттеджного типа, при строительстве мостов, взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов. Также при помощи струнных технологий можно возводить на естественных глубинах, в акватории морей, океанов и озер, струнные порты, которые имеют очень высокую скорость подрузки и разрузки, то есть они экономят огромное количество денег, строительных материалов и времени на создание этих портов, и потом их отслуживание. Человек, который сегодня является руководителем всего процесса, человек, который сегодня является президентом группы компании SkyWay, он же генеральный конструктор струнного транспорта, струнных технологий, технологии SkyWay мы сегодня называем, SkyWay это небесные дороги, Sky-небо, Вэй это путь, либо дорога. Анатолий Дарчевницкий, он же сегодня генеральный директор предприятия под названием струнные технологии, который у нас работает в городе Минске, и непосредственно данное предприятие занимается реализацией технологии, созданием строительства тестового участка, сегодня это Эко-технопарк, либо Центр демонстрации сертификации технологии SkyWay в городе Минске. То есть сегодня уже почти около двух сотен специалистов, 15 конструкторских бюро трудятся над реализацией данной идеи, хотя сама идея насчитывает 39 лет. То есть первая мысль, первая идея о том, что можно разрабатывать и создавать струнный транспорт, который имеет огромное количество преимуществ, по отношению к любой транспортной системе, которую мы сегодня используем ежедневно, родилась 39 лет назад эта идея. Сначала была идея неракетного освоения космоса, а потом, скажем так, она пока трансформилась, может быть, в менее такую емкую, это струнный транспорт. Но в неракетное освоение космоса, Анатолий Дарчев, от этого не отходит, то есть работы ведутся. После реализации струнного транспорта, после того, как он будет выведен на мировой транспортный рынок, будут построены дороги по струнным технологиям, планирует Анатолий Дарчев работать в дальнейшем в направлении ракетного освоения космоса. Как он говорит, что огромное количество энергии, денег, материалов тратится на то, чтобы несколько ракет в течение года вывели на орбиту какое-то количество груза, причем довольно небольшое. То количество груза, которое, скажем так, лошадь может в течение года несколько раз вокруг Земли провести. Поэтому эффективность в КПД этого процесса очень низка. При этом очень большая вредность. То есть озоновые дыры, далее того, все эти ракеты, которые взлетают, они работают либо на жидком топливе, либо на твердом топливе. Оно очень токсично. Соответственно, не все прогорает в сопли ракеты, и все это, скажем, сказывается на экологии тех мест, не только тех мест, но и всего мира. Не говоря уже об остальном виде транспорта, который нельзя назвать экологически чистым, абсолютно безопасным, высокоскоростным, потому что мы часто встали в пробках. Транспорт, который у нас сегодня есть, это водный, автомобильный, это авиационный транспорт. Его нельзя назвать всепогодным, его нельзя назвать всерельефным, потому что любые изменения климатические, какие-то явления природы в виде сильных снегопадов, сильных дождей, обморожения, например, дороги, далее развивов рек, паводков, либо вследствие таяния снега, либо вследствие каких-то сильных дождей и так далее. Все это тормозит передвижение транспорта, людей, грузов по нашей планете. Все это не будет касаться ни в коей мере транспорта, который будет ездить по эстакадам, поднятым на земле, причем высота этих эстакад может составлять от нескольких сантиметров, до нескольких десятков, а даже сотен метров. Кратко буквально об Анатолии Дарыче Ницком. Он родился на территории Советского Союза, в Белоруссии, в Гоноиской области. Именно поэтому мы пишем, что он российский, белорусский, советский ученый, предприниматель, изобретатель. За время развития технологий, внедрения техно-у-хау, которые есть у Анатолия Дарыча Ницкого, и объединения того, что было известно людям давно в своей технологии, дважды эксперты Организации Объединенных Наций давали свои заключения и оценки технологии Ницкого, и он выделял денежные средства на ее разработку и внедрение. В 80-х годах прошлого столетия Анатолий Дарыч стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала перспективность и, скажем так, логичность использования струнного транспорта, струнных технологий в нашей с вами жизни, в первую очередь на территории СССР. У него были 140 изобретений, у него есть 18 монографий, более 200 научных работ, с большим количеством материала, из того, перечисленного, что я сказал, можно ознакомиться на его личном сайте www.unitsky.com Кстати, на этом же сайте выкладывается большой объем информации касаемо новостей развития проекта, касаемо презентации вебинаров, которые у нас проходят ежедневно, то есть информацию в понедельник выкладывает человек, занимающийся, скажем так, работой на этом сайте. То есть по понедельникам вы можете найти в одном месте расписание вебинаров и расписание живых презентаций с указанием конкретного времени и адреса и ведущих данных мероприятий в разных городах и странах. Три высших образования, которые Анатолий Дарвич получил в свое время. Инженер транспорта – это первое образование. Второе – это патентное право изобретательства в этом направлении. И третье – строительство и проектирование высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Сегодня все эти знания он применяет на практике в реализации технологий под названием SkyWay. На данном слайде перечислены преимущества нашей технологии по сравнению, скажем так, с огромным количеством видов транспорта либо с четырьмя транспортными системами, которые я уже перечислял. Их можно подсчитать, с ними можно ознакомиться. Но я бы хотел вам сейчас продемонстрировать ролик, который вам расскажет в целом, что из себя представляет технология SkyWay, что из себя, скажем так, представляет компания SkyWay Capital. И после этого ролика мы с вами поговорим уже кратко совсем о технологии и перейдем к тем предложениям, которые у нас сейчас есть в компании и которые будут меняться в ближайшие несколько дней. Итак, друзья, в таком формате в ближайшее время будет проходить презентация, поэтому у меня к вам даже, наверное, есть просьба, если вы уже есть сегодня на нашем вебинаре, посмотрите его до конца и в конце просто дайте оценку, нравится ли вам такой формат проведения презентации, потому что живая презентация сегодня будет проходить, в принципе, в том же ключе, что и сейчас. Поэтому я вас оставляю с роликом о компании SkyWay Capital и технологии SkyWay на несколько минут. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о SkyWay. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии SkyWay и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое SkyWay? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система — это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик. Я вижу, что вы пишете в чате, скажем так, что кто-то не видел информации и так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто полностью смог посмотреть ролик, который демонстрировал сейчас на экране. Это очень важно. Поэтому просьба, те, кто видел, действительно поставьте плюсики. Соответственно, те, кто поставил плюсики, посмотрели этот ролик, и я делаю вывод, что проблема не с моим компьютером, не с демонстрацией, скажем так, этого ролика, не с YouTube, а проблема где-то на входе. То есть со стороны ваших компьютеров, со стороны ваших ноутбуков. Я не знаю, благодаря чему вы смотрите данную презентацию. Вот таким вот образом. Итак, друзья, ролик шел 9 минут. В нем было рассказано и о технологии, показано, что она из себя представляет. Причем речь идет уже о технологии четвертого поколения. Рассказывается о преимуществах того, что дает данная технология. Как выглядит транспорт, который мы в ближайшее время уже будем демонстрировать. Поэтому не буду сейчас заострять внимание на каждом отдельно взятом преимуществе. Вы сейчас видите их перед собой на экране. И вы, в принципе, легко смогли это прочитать. Кто-то из вас давно знаком. Кратко просто перечислю то, что низкая себестоимость строительства и транспортной услуги оказания по сравнению со всеми транспортными системами. Минимальный землеотвод необходим для того, чтобы построить данную дорогу фактически земли. Отвести для того, чтобы эта дорога была построена, нужно в 100 раз меньше, чем обычная автомобильная дорога. Полный уровень автоматизации транспортных средств. То есть сведение человеческого фактора к нулю. А вы знаете, благодаря одной данной характеристике, данной проблеме, случается огромное количество аварий. В нашей с вами жизни. Высочайшая степень безопасности. То есть вы поняли, что транспортные потоки и потоки пешеходов будут разведены по уровням. Транспорт не будет пересекаться, скажем так, с дикими животными, мигрирующими, с домашними, которые порой затрудняют проезд, когда вы едете по сельской местности. Каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством, которое будет не позволять данному транспорту сходить с рельс со струнных, переворачиваться. Высокие скоростные показатели, в ролике они были показаны, что до 500 км международной междугородной Skyway, до 120 км грузовой транспорт и до 150 км городской. Нужно использовать обновляемые источники энергии, то есть на эстакаде размещать и ветряные электростанции, и солнечные батареи, которые могут вырабатывать электричество. Этим электричеством можно пользоваться как для передвижения транспортных средств, так и отдавать данную электроэнергию внешним потребителям. Экологически чистая технология. Конечно же, при всем при том, когда она будет построена, данная технология будет реализована, то есть это экономия времени в пути как для людей, так и для грузов. Соответственно, сокращение финансовых затрат при доставке, например, груза из одного конца планеты в другой, отсутствие промежуточных складирований, быстрое перемещение грузов и так далее. Соответственно, если говорить, например, о продуктах питания, то из одного конца планеты в другой они будут доставляться более свежими, что, возможно, позволит применять меньше консервантов в химии, для того, чтобы данные продукты были дольше, скажем, сохраняли свои качества, соответственно, люди, потребляющие продукты, будут здоровее, будут, скажем так, лучше себя чувствовать и так далее. И очень важный момент, если говорить о людях мира бизнеса, быстрый срок окупаемости дорог. Это то, что, скажем так, одна из характеристик данной технологии. Мы сейчас с вами видели этот ролик, который говорит о том, что мы строим демонстрационный сервисный центр на территории Республики Беларусь. И мы с вами уже находимся на четвертом этапе развития струнных технологий, если посмотреть с момента зарождения, с момента первой идеи возникновения и до сегодняшнего дня. То есть, да, мы на четвертом этапе, мы привлекаем инвестиции посредством краудинвестинга. То есть, сегодня абсолютно любой человек, который, услышав нашу технологию, может зайти, зарегистрироваться, разобраться в информации, получить ответы от службы технической поддержки, от отдела информационной поддержки в Москве. Вам помогут получить ответы на, что из себя представляет проект, что за технология, кто ее руководит, да, какие перспективы. Вот, что вы сможете иметь, как человек, который становится совладельцем данной технологии. И вплоть до того, что какие платежные системы у нас есть для того, чтобы вы могли стать совладельцем какого-либо пакета далее компании. И, скажем так, помощь вплоть до оказания, скажем так, услуги по помощи в первой проплате и так далее, и так далее. Конечно же, информационное сопровождение всего того, что происходит сейчас, это информирование вас обо всем, что происходит в развитии нашего проекта. Вот. И, опять же, я сказал, четвертый этап. И решение двигаться по схеме краудинвестинга было принято в 2013 году. Тогда Анатолий Эдуардович Уницкий, после всех перипетий, которые были в процессе развития данной технологии, принял решение обратиться к людям, таким, как мы с вами, тому и нужен тот самый безопасный, высокоскоростной, экологически чистый, доступный по деньгам транспорт. Да, это нужно в первую очередь нам с вами, а не людям мира бизнеса, с которым проводилось большое количество переговоров. Ну, и, может быть, даже чиновникам нужен такой транспорт, но, к сожалению, инициатива в мире чиновничества, она наказуема. Все ждут, скажем так, указки сверху, то есть, как правило, в большинстве государств один человек распоряжается тем, что будет строить и что не будет строить. Ну, с лоббированием интересов крупных корпораций. Всего же было четыре этапа. Условно, первый с конца 70-х по середину 90-х, второй с середины 90-х по 2000-х и третий с 2001-2009 год. На первом этапе, это и первая заявка, и признание Федерации космонавтики СССР о перспективности разработок в этом направлении. Это первый грант Советского фонда мира, научно-практическая конференция, в Гомеле проходила в 80-х годах. Второй этап, большое количество продовуг и испытаний в аэродинамической трубе, по приданию наиболее оптекаемой формы будущему подвижному составу. Это демонстрирование действующих моделей различного масштаба, физических действующих моделей, 1 в 5, 1 в 10, 1 в 15. Это получение первого гранта Организации объединенных наций, было все на втором этапе. И, по сути дела, на бумаге была отработана технология первого поколения транспорта Skyway. Третий этап был очень важен, потому что Анатолий Дарович Юницкий в это время, с 2001 по 2009 год, был свой испытательный участок. Свой испытательный полигон в Подмосковье, возле города Озера, планировалось построить дорогу от Озера до Москвы. На этом тестовом участке было проведено большое количество испытаний. Отработан целый ряд методик. Практически была отработана технология второго поколения струнного транспорта, 170-метрового эстакады, по которой взбирался ЗИЛ-131 на стальных колесах весом более 12 тонн. В это время был получен второй грант Организации объединенных наций. По целому ряду телевизионных каналов центральных рассказывалось о технологии Skyway. В новостях упоминалась технология часто, что у нас есть ученый-транспортник, который разработал технологию транспорта будущего. Далее, региональные телевизионные каналы, целый ряд тематических передач, в которых принимал участие как сам Анатолий Дардович, так и его соратники. В печатной прессе было много различного материала. Все дошло к тому, что были заключены даже государственные контракты о строительстве дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И, что очень важно, полигон сыграл свою роль, потому что технологию узнал весь мир. В 2009 году состоялся госсовет при президенте Российской Федерации, которым был тогда Дмитрий Медведев. То есть все губернаторы собрались на этом госсовете, министры профильных министерств. И технология была предложена к реализации на территории Российской Федерации губернатором Ульяновской области. Встречено это было по-разному. Медведев, скажем так, отметил эту технологию действительно самошненья на есть инновации. Только сказал одно, денег сейчас нет. А вы помните, 9-й год это посткризисный год. Люди начали делать что-то, чтобы выходить из кризиса, которого, в принципе, до сегодняшнего дня практически никто и не выбрался. Вот. Ну, вы сказали, найдете деньги, пожалуйста, реализовывайте эту технологию. В принципе, чем мы сегодня и занимаемся. Именно поэтому было принято решение обратиться к людям, которым данный вид транспорта, скажем так, просто необходим. Вот. И этим людям было предложено стать совладельцами технологий. К сожалению, после госсовета полигона в подмосковном городе Озера не стало. Его разобрали за неделю. Возможно, это были недобросовестные конкуренты из госкорпорации, которые каждый год получают миллиардные, скажем так, вливания в развитие сферы транспорта на территории, в первую очередь, Российской Федерации. На данном слайде вы видите целый ряд структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Это, в первую очередь, Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Гострой России, Министерство экономики и транспорта, Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет путей сообщения. Организация Минных наций мы с вами сказали. За это время было получено с 1977 года по сегодняшний день более 50 патентов и порядка четырех десятков различных международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков, премий. Одна из них, я всегда говорю, что смотрит на меня, это премия «Золотая колесница» и было получено две. Проект года в транспортного отрасли. То есть, 2014 год ознаменовался тем, что было привлечено, скажем так, первая сумма денежная, это январь месяц, появились первые инвесторы, которые, послушав про технологию, увидели перспективу в реализации данного вида транспорта. Ну и увидели, конечно, перспективу в том, что они могут, скажем так, получить серьезный источник дохода. Не будем кривить душой, здесь есть одно и второе. Но кто-то идет за идеей, кто-то идет за деньгами, кто-то идет за тем и за вторым, кто-то еще идет за самореализацией. То есть, 2014 год был установочным, наверное, так это можно сказать. В 2014 году, в мае месяце, заработало наше конструкторское предприятие на территории Республики Беларусь. Вот. И в 2015 году, который стал переломным, прошел целый ряд событий, на которых буквально 30 секунд я остановлюсь. Первое, определились с участком местности, на котором сегодня строится экотехнопарк. В июне месяце этот участок был закреплен на основании аукциона по законам Республики Беларусь. За компанией струнной технологии это 36 гектар, недалеко от города Марина Горка, в Минской области. Далее. И именно в 2015 году было проведено в своем ряд важных переговоров с потенциальными партнерами. Это в Угненных Арабских Эмиратах, это была Балия. Это приезд как раз-таки Рода Хука, который увидели в ролике. Он первый раз приехал в сентябре на территорию Беларуси. Он ознакомился с специалистами наших конструкторского бюро. Он, скажем так, посетил территорию экотехнопарка. Лично пообщался с Анатолием Дарычем Ленинским. И принял решение тогда твердо развивать данный вид транспорта на территории Австралии. В сентябре специалистами нашей компании был получен так называемый международный инфекционный код ценной бумаги. Процедуру которой проходят все публичные компании, акции которых котируются на биржах международных. В июле месяце состоялся субботник на территории Экотехнопарка. И по окончанию месяца, ближе к концу июля, точнее, и в начале августа началось строительство на территории Экотехнопарка. Да, поначалу может быть не так быстро. Да, темпы были, скажем так, может быть не совсем такими, которыми хотели наши инвесторы. Многие возмущались, почему так медленно все это развивается. Сейчас же все идет очень быстро. Каждый день мы получаем новости о развитии нашего проекта. Каждый день новости приходят с различных, скажем так, форумов, которые проходят в целом ряде стран, в которых принимаем участие и показываем то, чего мы сегодняшний день добились. Далее, в 2015 году состоялась процедура зарплатки нулевого километра. Это было 17 октября. Прошла международная конференция в городе Минске, на которой присутствовали несколько десятков инвесторов, высадивших свои мельные деревья на территории Экотехнопарка. Где сегодня большой сад. Там, по-моему, несколько тысяч деревьев уже растет, которые уже плодоносили в этом году. Далее, в ноябре месяца прошлого года, 2015 года, было принято важное, серьезное и ключевое решение руководством группы компании Skyway. Было принято решение привлекать инвестиции посредством такого элемента, как рассрочка. То есть, людям была предоставлена возможность ежемесячно, скажем так, затрачивать небольшие денежные средства, в итоге приводящие к тому, что они становятся владельцами большого количества долей компании. И потенциальная, скажем так, стоимость каждой доли, предполагаемая, в 2017 году, вы слушали в ролике, это где-то 1 доллар США. То есть, у нас есть 17 этапов, сегодня мы переходим с 7 на 8. 2016 год. Чем изнаменовался он? То есть, в 2016 году, в начале года, Анатолий Барлович написал письмо Дмитрию Медведеву, сейчас он премьер Российской Федерации, пригласил на демонстрацию транспорта в конце года на территории Экотехнопарка. Поблагодарил, кстати, за то, что он обратил внимание на развитие технологии в 2009 году, что такая технология есть, и сказал, что мы решили вопрос, который вы задали, финансирование. Далее, вы видели в ролике, вот здесь как раз такие выдержки из документа, что технология была признана инновационной, Министерством транспорта Российской Федерации. Далее было заседание рабочей группы, это Министерство транспорта, где технология признана перспективной, и вы слышали, что было дано распоряжение, скажем так, той группе, кто занимается импортозамещением, активно сотрудничество компанией струнной технологии. В планах на 2016 год было строительство городской трассы, легкой трассой это юнибайки, вы тоже об этом слышали. Далее грузового Skyway, то есть оно идет, то есть было уже установлено анкерной опоры, промежуточная опора ставится. В дальнейшем будет устанавливаться путевая структура, как для городской, так и для грузовой. И планируется где-то в ноябре месяце продемонстрировать городской транспорт, и максимально быстрыми темпами в дальнейшем построить грузовую дорогу Skyway, с демонстрацией в действии, скажем так, промышленной модели грузового Skyway, да, там Винитрака и Винникара. В 2017 году планируется строительство высокоскоростной трассы Skyway, 15-километрового участка. Это будет проходить тоже в Белоруссии. Важные события, которые состоялись у нас в этом году, это мероприятие 23-24 апреля в городе Минске и в Минской области на территории Экотехнопарка, так называемый экофестиваль. Было более 700 наших инвекторов, вы в ролике, кстати, видели, там обращалось внимание, в шатре проходило это мероприятие. 23-го, с 20-го по 23-е число в Берлине проходила выставка под названием «Инотрамп». Здесь у нас есть несколько фотографий, огромное количество материала вы можете найти в разделе новостей на сайте нашей компании. Там есть целый ряд видеороликов с участниками данного мероприятия, где они делятся впечатлениями. И вы слышали в ролике то, что из 2700, там порядка 2800 компаний, которые были представлены на данной выставке, мы вошли в топ-60 по посещаемости. Это очень важно. Далее, перед самой выставкой, которая была на территории Евросоюза в Берлине и на «Транс», пришло приглашение нашей компании, лично Наталье Даровичу Ницкому, принять участие в «Белорусской транспортной неделе». Эта выставка называлась «Транспорт и логистика 2016», что тоже было, скажем так, успешно проведено. На данном слайде вы видите фотографии, их гораздо больше. Нашу выставочную экспозицию посещал первый заместитель премьера Республики Беларусь. Были министры транспорта Польши, Литвы и Белоруссии. То есть большое количество людей также посетило наш стенд. И важно то, что в ролике, который я сейчас хочу включить, Анатолий Дарович Юницкий заручился поддержкой первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь как раз-таки в помощи по получению земли для продления участка на 15 километров в Минской области с целью строительства высокоскоростной трассы. Я вас оставляю с этим роликом ненадолго. Дальше будем уже переходить. Это генеральный директор конструкции Республики Беларусь. Я в СМИ, средства массовой информации, услышал и запланировал посещение. Да, и хотелось, потому что немногие даже в Беларуси знают о таких вот инновациях. Но Александр Григорьевич знает. Он поддержал в 1997 году еще у нас. Ну расскажите вкратце. Это принципиально новый транспорт, это разновидность третий всего транспорта, электрический транспорт с уникальными характеристиками. Вот это, допустим, как местный, мини-байк, и скорость отчасти окончена. Можно крутить педали, вырабатывать энергию и укладывать проезд. Да? Только за счет педалей можно 60 гавричас получать скорость. А уже вы запустили там 15-5 километровые? И первый участок в этом объеме уже покажем, где юни-байки будут бегать. Я хочу сказать об эффективности. Представляете, перевести электрическую энергию в топливо, 0,7 литра на 100 километров в пути, при скорости 100 километров в час. 0,7 литра. На 100 километров в пути. Топливо в кассе. Если электричество перевести в топливо, то эквивалент 0,7 литра на 100 километров в пути. При скорости 100 километров в час. А это 14-местный городской. Венебус, вон, а затем, вон. Вон, а затем, вон. Вон. Похороны. Вон. Сидячие места. Вон. Сидячие места. В четыре человека. Причем, это нормативы. Вон, а затем, вон. Три человека, он когда-то не может. Это очень тяжело. Скорость поставьте в секунду в час. Тоже расходы метров, если при институте, 2 литра на 100 километров. То есть, мы экономичный традиционный паспорт, мы на 100 километров. Нам нужна ваша компетенция. В каком плане? Есть поручение главы государства вывести метро на наземную часть. А там нет? Вот я поручал Мору города, он собирал науку своих, институты, но они говорят, что это не эффективно. Я побыл в Дубае и проехал на Америку. Да. Мне очень понравилось. Мы видели с президентом, мы не стали там рельсовая такая, монорельс дороги. Вот президент поручил, здесь рисовался, его там информировал. И давайте мы эту тему разогнем, что не уходит. Безусловно. У нас есть предложение, которое еще подержалось в Санкт-Петербурге, что по 1997 год. Но он поручил на антифинансирование. Правительство не нашло. Мы сейчас нашли. У нас народный проект. Нас финансируют в большинстве две страны 100 тысяч инвесторов. Все деньги приходят в Беларусь. Мы тогда сделали предложение по скоростной дороге в Брест, мы с Москва. Это предложение, поручение главы государства. Представляете, сегодня по скоростной дороге, Россия тоже ее поддерживает. И тут, не знаю, медведи в этом проекте. В то время в пути было полтора часа. В Беларусь в Беларусь в Беларусь в Беларусь в Беларусь. Мы приехали из центра МИЦ, в центра Москвы. Но вот мы увидим в ноябре, это вот... Да, мы первое, да. Это не высокоскоростной. Высокоскоростной нам, наверное, еще 15 км. Нам придется обращаться к главе государства, чтобы он выделил в землю под 10 часов. Я думаю, вы нас поделите. Безусловно. Там только под опоры, точные. И мы вот в следующем году сделаем еще 15 км. И получим там скорость 500 км в час, чтобы издавать проект. А могу я вам дать адгон и внукел? Хорошо. Давайте. И мы обязательно подведем накануне открытия. Важный момент, потому что все-таки заручиться поддержкой государства, на территории которого мы занимаемся строительством, на технопарке, демонстрации транспорта, это очень важно. Мало того, как бы на этом тоже все не закончилось. И сейчас в данный момент проходит очередной, скажем так, форум на территории Республики Беларусь. Это Белорусский энергетический экологический форум. То есть цель, опять же, одна из целей направления работы, это содействие инновационного развития Республики Беларусь. И в задачах нашей компании это тоже есть. 14 стран вы видите на слайде. Это Беларусь, Австрия, Германия, Дания, Италия, Литва, Польша, Россия, США, Украина, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. И все это проводится при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь, в которое, скажем так, в одно мероприятие, по сути дела, влилось 4 мероприятия. Это энергетика, экология, энергосбережение, электро. 11 специализированная выставка водной и воздушной технологии, 12 специализированная выставка светотехнического оборудования Экспосвет и 21 Белорусский энергетический и экологический конгресс. Вот таким образом. То есть среди данных компаний, которые представлены на данном мероприятии, есть и компания Skyway, у нас там номер 9 павильона. Поэтому те, кто из вас проживает в Минске или есть минчане, они могут тоже прийти в здание Манежа и посетить лично данное мероприятие. Плюс параллельно с понедельника по 14 число, то есть по пятницу фактически, в Мильбурне проходит форум международный. И в этом году, скажем так, право проведения форума «Одома Австралии» в городе Мильбурне, то есть интеллектуальной транспортной системы. Нашу технологию на этом форуме, так как у нас бизнес активно развивается в Австралии, представляет компания «Ауркон», с которой, скажем так, заключен договор взаимодействий, и эта компания будет представлять нашу технологию на территории Австралии. Сегодня задача, в первую очередь, это, скажем так, проработка технической документации в соответствии с теми стандартами, которые существуют в Австралии, того, что у нас уже отработано. И, конечно же, Родхук активно принимает участие в этом форуме тоже. Я думаю, что через какое-то время мы получим и видеоматериалы, и фотографии. Мы на наших вебинарах и презентациях часто говорим, что технологии все чаще и чаще говорят о средствах массовой информации. У нас было здесь немножко больше на слайде того, что мы говорили. Интернет-издание, телевизионные каналы, средства массовой информации, печатные, интернет. Все больше и подробнее расскажут о том, что есть технологии Юницкого. Только один РЖД-партнер за время, скажем так, инотранса четыре дня трижды печатал статью и после этого выпустил еще две статьи о струнном транспорте, в которой говорил, что Китаю далеко, и интервью с Анатолием Юницким. Мало того, Крис Принципи – это финансовый магнат, точнее финансовый эксперт, о котором говорилось в ролике. Он является главным редактором и владельцем журнала FinFuture и Financial IT. Сейчас прошло или идет на территории Швейцарии крупный форум, банковский форум, который посвящен платежной системе SWIFT, системе банковских переводов. На этом форуме был распространен номер журнала, 3000 экземпляров, в котором как раз-таки дается информация о технологии в Анатолием Юницким. Вы видите это на слайде. Далее РЖД-партнер с интервью, вы видите, тоже здесь отображено на слайде. И есть такой портал в Белоруссии, как у нас, например, в России, Яндекс, Mail.ru и так далее. Тутбай, который как раз-таки перед началом выставки «Транспорт и логистика-2016» уделил внимание и технологии SkyWay. Рассказал то, что она была представлена на форуме «Инотранс», и она будет представлена в Белоруссии. То есть информации в СМИ появляется все больше и больше, скажем так, недостатка в ней нет. Ну, скажем, процент на 95 она положительна. Потому что не бывает такого, чтобы о чем-то говорили всегда только в плюс. Теперь компания SkyWay Capital и те предложения, которые она делает, касаемо инвестиций. Сразу хочу сделать маленькое отступление. В принципе, сегодня инвестиции в наш проект, скажем так, привлечение инвестиций, и для каждого участника это может означать следующее. Смотрите, если мы возьмем 70-е годы, скажем так, старт развития информационных технологий, компьютерных технологий, персональных компьютеров и так далее, то люди, которые на тот момент обладали идеями развития персональных компьютеров и все, что с ними связано, это Майкл Дэл, который выпускал компьютеры, это Стив Джобс, который, скажем так, выпускал программное обеспечение и устройства, которые использовали компании Apple, и Билл Гейтс, которого мы все знаем, один из самых богатых людей в мире. Они обращались к людям, которые были вокруг, с деньгами и говорили, давайте вкладывайте деньги, у нас хорошие идеи, вы станете миллионерами. Кто-то их послушал, в основном их не слушали, крутили виска, говорили, зачем ваши компьютеры, если есть большие вычислительные машины. Например, так говорили почти все руководство компании IBM. В итоге мы сегодня имеем, что одна внедренная технология, благодаря этим людям, в том числе интернет, изменила круто нашу с вами жизнь. То есть мы можем посредством интернета общаться с вами вот сейчас, общаться с родными и близкими в разных уголках земного шара, главное, чтобы интернет этот был. Организовано огромное количество высококвалифицированных рабочих мест. Появилось куча заводов, выпускающих оборудование, которые используют технологии, вошедшие в наши жизни, и программы, которые пишут огромное количество компаний. Эти программы продаются, это приносит миллионные, скажем так, доходы и компаниям, и владельцам этих компаний, акционерам. Так вот, транспортная отрасль, о которой мы сегодня с вами говорим, ее денежная емкость гораздо выше, чем IT-технологии. И сегодня каждому из вас предлагается возможность стать совладельцами транспортной технологии, у которой, скажем так, перспективы развития это где-то 30-50% всего мирового транспортного рынка у технологий SkyWay в ближайшие там 5-10-15 лет. И оттуда вы можете получать серьезный уровень дохода, сегодня приобретая доли компании по очень выгодным ценам. Компания SkyWay Capital, которая занимается привлечением инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка на сегодняшний день, зарегистрирована в Великобритании, является официальным партнером группы компании SkyWay. И задача, как я сказал, это привлечение инвестиций и соответственно выведение нового вида транспорта на мировой транспортный рынок. Она работает также по методике краудинвестинга. По сути дела, сегодня задача основная, которую мы ставим перед собой привлечь максимально большее количество людей, которые могут стать совладельцами технологий, которые могут софинансировать строительство экотехнопарка, и условия так называемого микрофинансирования. То есть данная возможность напоминает то, что делают люди, их не так много, мультимиллионеры или миллиардеры, которые на начальном этапе распознают какую-то возможность, идею, которая может быть в дальнейшем реализована, принести, скажем так, в пользу большому количеству людей, а соответственно большой доход. Вот таким вот образом. Поэтому наша задача это привлечение максимально большего количества инвесторов, которым мы можем предоставить выгодные условия, создать благоприятные условия, чтобы любой человек не выходя из дома мог разобраться в информации и стать совладельцами данной технологии, и конечно же обеспечить каждого нашего партнера все необходимые информации, прозрачность действий как компании, так и самого партнера, то есть то, что он может делать, чему он может прийти, это наша задача. Мы перед собой ставим. Итак, коллеги, такие предложения сегодня есть для каждого инвестора. Я вам напоминаю, что 18 числа все поменяется, 18 октября. У нас изменится дисконт, мы перейдем на восьмой этап развития. В 23.55, 17 октября, вот тот прайс-лист, который вы сейчас видите на экране, он будет измениться. Причем достаточно значительно. В среднем на 20% каждый пакет будет иметь меньшее наполнение долей компании, чем сейчас. То, что я говорил о микрофинансировании, практически любой человек, будь то пенсионер или студент, может проинвестировать сумму, равную 15 долларам США, это меньше тысячи рублей значительно сегодня, порядка там 950, даже меньше Российской Федерации, и стать совладельцем 540 долей компании, 540 штук, что на выходе, как я говорил, потенциально 540 долларов США. 15 и 540, то есть значительное увеличение. На каждом этапе, кстати, на котором проходила группа компании Skyway, этот дисконт уменьшался. Почему? Потому что венчурность и рисковое вложение в наш проект сокращалось каждым днем. И сегодня это продолжает развиваться в этом направлении. То есть когда-то, в январе 2014 года, не то чтобы чем-то было похвастать, можно было только рассказать, показать ролики, показать, скажем так, печатные материалы, то, что когда-то Министерство экономики транспорта одобрило данную технологию и так далее. Сегодня мы никого не убеждаем, не настаиваем, не упрашиваем, мы просто говорим, ребята, мы развиваемся, у нас есть вот это. Хотите вместе с нами? Давайте. Итак, каждый последующий пакет, который есть на данном слайде, он увеличивает количество долей компании, да, и стоит чуть дороже. Но коэффициент доходности, либо дисконт, так называемый, возрастает по мере стоимости каждого пакета. Соответственно, сегодня минимальный дисконт составляет 36 раз, максимальный – 350. Что произойдет в ближайшее время? То есть на данном слайде, вы видите, может быть немного корявую табличку, но тем не менее, да, если на минимальном пакете был уровень доходности 36, то он станет 30. Ровно на 20 процентов уменьшится уровень доходности на минимальном пакете. И на выходе вместо 540 долей будет 450. Соответственно, на каждом последующем произойдет то же самое, да. Вот дисконт, если был 40, например, на пакете 30, он станет 35. Был 50, на пакете 60 долларов, станет 45 и так далее. То есть, когда выгодно покупать пакеты долей компании? Меня часто задают люди, я говорю, вопрос сейчас. То есть сейчас самое время стать совладельцами тех долей компании, которые вы можете купить за те же деньги, но на более выгодных условиях. Дальше пакеты, которые у нас есть для приобретения в рассрочку. Всем нам знакомый старт, сеньор, стабильный и бизнес. Смотрите, как значительно уменьшится наполнение этих пакетов. То есть, если это было 26,250, то станет 22,500. Здесь может быть не очень значительно, но смотрите, есть еще дополнительный бонус. Да, у нас есть дополнительные условия. Люди могут, скажем так, помимо тех долей компании, которые есть в пакете, получить еще на премиальный счет 9,21,60 и 144. Так вот, этот дополнительный бонус изменится. И будет 505,000, 6,000, 8,000, 40,000 вместо 60,000 и 63 вместо 144.000. Вы замечаете, да, то есть значительная выгода сейчас есть открывать рассрочку по этим условиям, которые есть на пакете старт, сеньор, стабильный и бизнес, чем это будет буквально через несколько дней. Но, тем не менее, даже в этом случае, если ваши потенциальные партнеры, которые сейчас есть, придут, например, в наш проект в конце октября месяца, они будут приобретать пакеты по этим ценам, но все равно это будет составлять, скажем так, многие разы увеличение их дохода. На минимальном пакете вы видели, да, то есть не 36, а 30 раз. Далее, пакеты, которые в рассрочку у нас приобретались в основном людьми, проживающими на территории центральной, восточной, западной Европы, где люди готовы были отдавать в месяц 500 тысяч, 2,5 тысячи долларов, 5 тысяч долларов, тоже значительно изменится дисконт. На минимальном с 270 до 230, на максимальном с 325 до 280. То есть в среднем где-то там на 50-60 тысяч долей, точнее дисконт, извините, на 50-60 раз уменьшается, да, а доли, вы видите, на миллионы сокращаются. То есть если было, например, 8 миллионов долей компании на пакете и 2,5 тысячи долларов в месяц, то сокращается более чем на 2 миллиона, почти на 2 миллиона, точнее, извините, да, в итоге. Это хорошая сумма, потому что на выходе все умножается на 1. Представляете себе, да, иметь 8 миллионов или 6. Я думаю, это существенная разница. То же самое на самом большом пакете, 2 с лишним миллиона, скажем так, уменьшение наполнения пакета долей компании на восьмом этапе. Есть у нас пакеты малыш и студент, которые тоже, скажем так, претерпят изменения. То есть если вы могли приобрести в течение 10 месяцев, выплачивая рассрочку по 159 месяцев, выплачивая рассрочку по 150 долларов, то 242,5 тысячи акций, да, еще плюс подарок получить там 85 и 10, то здесь все будет значительно уменьшено, то есть 194 просто классическая оплата, да, и максимально 270 тысяч при выплате всей рассрочки. То же самое касается пакета малыш. То есть если был он 100 тысяч акций, то сейчас будет 80. Фактически то, что я говорил, 20 процентов уменьшения. У нас появится новый пакет, который будет называться бизнес-карт. У него есть преимущество, у него достаточно высокий дисконт. То есть это две проплаты в течение, скажем так, двух месяцев подряд по 300 долларов США. Вот. Если вы делаете двойную оплату в течение суток, то есть фактически купили пакет и сразу же его, скажем так, оплатили, то вам еще дополнительно будет добавлен на премиальный счет 24 тысячи акций, то есть фактически у вас суммарно будет 100 тысяч за 600 долларов, да. И плюс ко всему очень важное условие, что дополнительный бонус здесь, опять же, что он привязан из нити. Я вот немножко неправильно сказал. То есть не двойной платеж здесь будет, а здесь бонус будет привязан к тому, что вы популяризируете наш проект. Если вы дадите информацию людям, которые вас окружают, и в течение месяца после того, как вы открыли вот эту рассрочку, минимум два человека купят на 25 долларов пакеты, вам будут начислены вот эти 24 тысячи акций. То же самое касается пакетов, которые у нас были большого номинала пять, десять, двадцать пять и пятьдесят тысяч долларов стоимостью, да. То есть дисконт на них снижается. Если было, скажем так, на пакете минимальным пять тысяч долларов, раз в оплату миллион четыреста тысяч акций, то сейчас будет миллион двести. Права, скажем так, на высыпку деревьев, эксклюзивную деревьев, они все сохраняются. Далее, пакет из бонусного счета. Вы знаете, что у нас есть партнерская программа. Если вы помогаете нам привлекать инвестиции, то вам идут начисления на бонусный счет. Здесь тоже довольно значительное снижение дисконта при переходе с седьмого на восьмой этап. Со 161 до 121 на минимальном пакете, который 250 долларов стоимостью. Вот таким вот образом. Поэтому есть прямая выгода сегодня, да, приобретать пакеты долей компании по дисконту седьмого этапа. То есть вы можете успеть сами и дать эту информацию тем людям, которые вас окружают. Все помнят пакет «Инотранс», который у нас был запущен в июне, скажем так, по окончании выставки «Инотранс» был как бы так аннулирован. Сейчас он снова начинает действовать, только условия немножко меняются. То есть если там дисконт был за тысячу долларов минимальный 235, то сейчас 150. Если там было 4 месяца, да, в течение которых вы могли выплачивать, и на каждый последующий месяц платеж у вас дисконт увеличивался согласно того, что вы видите на экране, то сейчас будет 3 месяца, да, и дисконт будет 150, 200 и 250. То есть этот пакет у нас возвращен в лениху наших пакетов. И появляется пакет, который очень выгоден для людей, которые достаточно давно стали владельцами пакетов долей компании Skyway Capital. То есть у вас на сегодня есть какое-то количество купленных долей компании. У кого-то миллион, у кого-то сто тысяч, да, у кого-то два миллиона и так далее. Ситуация следующая. То есть пакет мультипликатор 1, 2 и 3, да, то есть 3 пакета. Вот. В чем суть? То есть есть возможность приобретать в рассрочку на 10 месяцев пакет суммарно будет 140 тысяч, да, если вы будете по 100 долларов каждый месяц платить, 475, если вы будете платить каждый месяц по 250, дисконт 190, и миллион 150 тысяч долей компании с дисконтом 230. Каждый месяц платить по 500. В чем выгода данного пакета? Когда вы выплачиваете рассрочку, ну, например, первый пакет, да, у вас вот в итоге получается 140 тысяч за вами были зарезервированы, вы их все оплатили, это 140 тысяч. А у вас еще, например, есть 2 миллиона акций. Соответственно, 2 миллиона складываются со 140 тысячами, и от этой общей суммы 1% начисляется вам на премиальный счет. На втором пакете 2% от общей суммы акций, которые у вас куплены в кабинете, начисляются на премиальный счет, а на третьем, если вы выбираете, 3%. Вот такие выгодные условия, в принципе, будут у нас на 8 этапе тоже. Что хотелось бы еще сказать. Помимо всего прочего, у нас есть возможность зарабатывать деньги уже сегодня благодаря нашей партнерской программе. Подробно о партнерке мы говорим по вторникам и пятницам. Это будет на этой неделе точно так же, в таком же формате. Здесь буквально кратко скажу, что инвестируя даже 15 долларов в наш проект, у вас есть возможность стать крупным совладельцем пакета долей компании, иметь большой портфель инвестиций в нашем проекте, потому что вы можете давать информацию окружающим вам людям, они будут что-то приобретать, и вам будут начисляться деньги на бонусный инвестиционный счет. На сегодня, пока начисление на инвестиционный счет, половина суммы от бонусной суммы. Соответственно, эти деньги вы можете тратить на приобретение пакетов долей нашей компании и увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. У вас их может быть 100 тысяч, миллион и более, если вы активно строите партнерскую структуру. Вас никто не заставляет делать каких-то жестких объемов и товар оборотов самому, либо со структурой. Вам не надо подтверждать квалификацию, хотя у нас 6 квалификационных уровней накопительный маркетинг, позволяющий вам расти в одном направлении. Высокий процент выплат непосредственно от тех инвестиций, которые вы помогаете нам привлекать, и от работы структуры. До 24 уровня вы можете получать от 0,1% до 7% с товара оборота по разным уровням. Что это и как, это подробнее мы говорим на партнерской программе. Для тех, кто развивает бизнес по партнерке, у нас есть инструменты, которые вы легко можете найти в разделе инструменты партнера в личном кабинете, подписать договоры, если вы приняли решение зарабатывать деньги уже сейчас. Там есть планы вознаграждения, реферальные ссылки, которые вы можете отправлять посредством интернета в разных направлениях. По ним могут регистрироваться люди и становиться вашими партнерами. Баннеры для тех, кто умеет вести бизнес в интернете, расставлять на своих интернет-страничках красивые баннеры. Их у нас порядка 60 штук. Люди, нажимая на этот баннер, переходят в информационные ресурсы нашей компании, к баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка, и таким образом у вас могут появляться реферальные партнеры 24 часа в сутки, даже тогда, когда вы спите. То же самое происходит с разделом новостей в личном кабинете. Там есть кнопки для того, чтобы выделились информации в соцсетях, и по этим кнопкам, скажем так, люди, точнее, будут видеть в соцсетях, что вы разместили интересную информацию, переходят на наши интернет-ресурсы, нажимают регистрацию и становятся вашими партнерами. К инструментам у нас относятся вебинары и презентации, и партнерская программа, и большое количество, скажем так, мероприятий, проходящих на разных языках в режиме онлайн. И сегодня такие у нас проходят на разных языках. И завтра будут, и послезавтра, и в выходные дни в том числе. Далее, это живые мероприятия, презентации, которые проходят в разных городах, и буквально уже через короткий промежуток времени, да, через, у нас сегодня в 19.30 по Москве, это через полтора часа, да, у нас будет мероприятие, живая презентация, проходящая недалеко от нашего офиса в гостинице Татьяна. Поэтому, если у вас есть москвичи, которые, скажем так, легкий на подъем, они могут прийти и послушать информацию живую, ту, которую вы сейчас слушаете вот у нас в режиме онлайн. Кстати, завтра в 18 часов по Москве будет даваться еще раз вот эта презентация. Она будет проходить в том же формате, что и сегодня. Будут показаны фактически те же ролики, будет рассказано о тех же мероприятиях. Плюс ко всему, те новости, которые у нас будут завтра, они дополнительно появятся в презентации. То есть, недостатка в мероприятиях и в инструментах, которые могут вам помочь развивать бизнес, нет. Было бы ваше желание развиваться и, скажем так, помогать нам реализовывать технологии и помогать тем людям, которые окружают вас, стать финансово обеспеченными, стать успешными и двигаться по жизни, скажем так, уверенно с реализацией того, чего им очень хочется. Далее, найти, где проходят мероприятия, в какое время, по таким ссылкам, вы можете в разделе расписания вебинаров в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Там вы найдете табличку и онлайн мероприятий, со ссылками, по которым вы входите в комнату, и оффлайн мероприятия, живые презентации, которые проходят в разных городах и странах, с указанием ведущего, ответственного, точнее за это мероприятие, его телефона. На сайте юнистского, я бы говорил, юнистский.ком, вы можете найти полное расписание два в одном, да, онлайн и оффлайн мероприятия, которые идут, как бы так, последовательно, день за днем, в понедельник все расписано, вторник и так далее, и там еще указан адрес и время начала презентации. В принципе, взяв информацию оттуда, вам не обязательно дергать человека, который является лидером региона в той стране либо в том городе, где проходит презентация, вы просто-напросто даете человеку информацию, которая проживает в том регионе, он может прийти послушать живую. Живую, я не могу сказать, что это лучше или хуже, да, человек отрывается, может быть, от чего-то, но мне, например, легче проводить живые презентации, потому что я вижу в глаза людей, да, я могу с ними пообщаться, я вижу, что если кому-то неинтересно, могу задать вопрос, уточнить что-то и так далее, и так далее. Вот такая возможность есть у каждого из вас отправить своих друзей, знакомых, родственников на мероприятие, где я им подробно расскажу, что из себя представляют технологии, ответят на их вопросы, и там у вас потенциально может образоваться и активный партнер, и ваша структура. На что хотел бы еще отметить, да, у нас на сайте, и у нас, скажем так, в личном кабинете есть возможность обращения в службу технической поддержки. Есть окошко такое, маленькая панелька внизу, кликните по ней, у вас открывается окно, и написано, что введите свой вопрос, да, и вы пишите то, что вас беспокоит. В режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, у нас работают дежурные специалисты технической поддержки, а в момент, когда с 10 утра до 19 по Москве, вы можете позвонить с сайта непосредственно в наш отдел информационной поддержки. Используйте данную возможность, специалисты нашей компании с удовольствием вам помогут. И еще важный момент, да, в принципе, если вот все то, что я сказал, наговорил вам, может быть, да, может быть, даже вы устали меня слушать за это время, каждому из вас сегодня предоставляется действительно отличная возможность стать и совладельцами, скажем так, технологий, и принять участие в проекте, который может изменить жизнь вашу, ваших родных, близких, и в принципе, в целом страны и человечества, да, потому что данная технология, она за собой, во-первых, сама меняет, скажем так, все на территории планеты Земля, во-вторых, она за собой потянет какие-то инновации в других областях, да, в других направлениях развития, там, промышленности, сельского хозяйства и так далее, так далее. То есть она может дать толчок развитию чему-то еще, но, помимо всего прочего, у каждого из вас есть возможность принять участие, как мы говорим, в инвестиционном с точки зрения вложения своих денег, которые будут работать на вас, инновационном, потому что технология, да, вложить свои физические усилия, финансовые, моральные, духовные, но потом где-то, скажем так, с легкой степенью гордости, не гордыни, говорить себе, либо родным и близким, что вы эту возможность не упустили, что вы ее использовали, что она не прошла мимо вас, как огромное количество возможностей, которые, скажем так, внедряются в нашу с вами жизнь практически ежедневно, но нам никто не предлагает участие, скажем, в этом проекте, раз, и второе, мало того, что участвовать, еще оттуда что-то получить в плюс. ЮНИСКИ сегодня это предлагает. Наша компания сегодня это предлагает. Адрес вы нашли, видите, здесь, на данном слайде. Улица Щепогн, 22, строение 1. На шестом этаже мы здесь располагаемся. К нам практически каждый день приходят инвесторы по разным вопросам. Многие в основном убедятся, что мы такие есть. Если вы бываете в Москве, милости просим, только предварительно позвоните по телефону, который видите, и дайте информацию нашим менеджерам, что я хочу прийти, какие-то вопросы и так далее. Вам уделят 5-10, максимум 15 минут, потому что работы много. У меня на этом все, коллеги. Просьба такая. Если, скажем так, данная презентация вам понравилась, просто поставьте там плюсик в нашем чате. И если есть те, кому это реально понравилось, то, наверное, одно вас попрошу. Приглашайте на данный вебинар людей, которые вас окружают. Потенциальные партнеры, те люди, которым надо что-то в жизни поменять, они вам задают иногда вопросы, либо вы там случайно слышите. Людей, которые вам очень близки, и вы хотите, чтобы они стали намного более счастливее, хотя не надо в этом плане перебарщивать. Вы не можете сделать кого-либо счастливее, чем он хочет того самого. У вас есть возможность предложить. У вас есть возможность предложить разобраться. У вас есть возможность ответить на вопросы, если они возникнут. Если вы предложили человеку решение вопроса, который там у него остро стоит, и он начинает с вами спорить, как говорит Роберт Киосаки, пожмите ему руку и пожелайте ему успеха. Мы действительно на первом этапе, который у нас был, два года длился. Я не могу сказать, что было легко, потому что огромное количество людей сомневались. Люди мира бизнеса, люди из мира финансов, люди из мира высоких технологий, из мира транспорта и так далее. Многие из них думали, когда же мы умрем, когда проект закончит свое существование, потому что ничего, наверное, не получится. Сейчас целый ряд людей из тех, кто относился к этой категории, уже не только присматриваются, а кто-то уже принимает участие в развитии нашего проекта. Поэтому выстояли, как вы знаете, переболели, нам сделали прививку серьезную, мы ее перенесли, иммунитет стал более крепкий, и сейчас, в принципе, нет надобности кому-то доказывать, что ребята, у нас что-то двигается. Если у тебя есть глаза и уши, зайди посмотри. Если когда они у тебя есть, но их нет, ты смотришь, слушаешь, и ты все равно считаешь, что этого нет, ну, вы не сможете этого решить. Вы не глазной врач, вы не ухо, горло, нос. Ну и в конце концов, никого не хочу обидеть, вы не психиатр. Правильно? Поэтому всем желаю успеха. Вот. Всем я хочу пожелать хорошего вечера. Возможно, кого-то увижу вживую сегодня. Вот есть такое предположение, да? Ну и давайте встречаться на наших вебинарах. Приглашайте своих друзей, знакомых. Завтра в 18 часов. Вот уже сейчас 18.03. В таком же формате пройдет мероприятие. Вот. Может быть даже немножко более таком компактном, чем сегодня. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok